Мы очень рады вас видеть. Слава Богу. Вообще, родственники, мы очень рады, когда приходят родители наших, наших членов церкви, мужья, жены, дети, потому что мы же молимся за вас, понимаете? Мы же молимся, вы приходите, и мы радуемся, Бог работает. Свидетельство будет у кого-нибудь сегодня? Ну, я знаю, что у Эдди, ну что вы, подождите. Еще говорят, женщины спешат, да? Ну, хорошо, предоставляем Эдди, да? Ни у кого нет? А то после Эдди сложно будет кого-нибудь выпускать. Ну, давай, Эдди. Кто будет? Есть переводитель. Доброе утро на Господа, Слава. Доброе утро, Господу. Мы вернулись с Греции, со своими детьми. И бяхме на место, където Павел за първи път е влязла в Европа и покрестил правовата жена. И мы были на том месте, где Павел впервые попал в Европа и апостол Павел. И он крестил первую женщину. Вярва са, че Лидия е първата жена по крестима в Европа. Лидия. А, есть такое поверие, что Лидия ета первая женщина, которая была крещена в Европе. И аз как да ви прочита от 16 глава, там, където Павел влиза в Кавала в днешно време. И хочу прочитать вам 16 главу. И така като отплавахме от Труада, това е Турция, отправихме се към Самутраки и оттам към Филипи. Филипи е място, където Павел, това е 16 глава, 12 стих. И някоя си, 14 стих, и някоя си боязлива жена на име Лидия, от град Фиатир, продавачка на червени платове. А, и среди них была одна по имени Лидия из города Фиатиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. А, Лидия чтила Бога и Господь открыл ее сердце к тому, что говорил Павел. После того, как она и ее домашние были крещены, она пригласила нас к себе. Если вы считаете меня верной Господу, то придите и погостите у меня в доме. Упрашивала она и уговорила нас. Много интересно получилось. Я не хочу, конечно, сравнивать себя с апостолом Павлом. Это второе его путешествие, миссионерское. И мне тоже нужно будет второй раз поехать в миссионерское путешествие. И я хочу поехать туда, чтобы я услышал, что Бог хочет от меня. На твое второе путешествие. На этом втором путешествие. Защото аз съм моля, ако ти, Господи, не ходишь пред меня, аз няма да утида. И я молюсь, чтобы если Бог не хочет, то я не поеду. И Моисей също още каза, това са думи на Моисей. И слова Моисея. И той каза, искам да видя лицето, тиск, да чуя гласы. И он сказал, я хочу увидеть твое лицо, чтобы услышать твой голос. И много интересно, като тихме на тая река там. И очень интересно, когда мы попали на ту реку. Видях пастор, който ми беше учител с Нина, хорихме на курсове за... И увидели пастора, который был нашим учителем. Когда мы с Ниной пошли... Это было несколько лет назад, когда мы ходили на основание церкви. Курса основания церкви. И този пастор беше там. И этот пастор был там. И той водеше една группа от Америка. И он привел одну группу из Америки. И се поздравихме. Мы поздоровались. Мы след кротак разговор разбрахме, кой какво прави, за какво се бори. И через коротки разговорни мы поняли, кто что делает сейчас. И мы споделихме, че заминавам за Сирию. И я поделился, что я еду в Сирию. Американец оказался 20-летний миссионер. И той веднага скочил и сказал, я хочу молиться за тебя. И слова, которые я услышал, меня поразили. И я почувствовал, что Бог говорит со мной. Первое, это было благословение. И второе, это помазание апостолского духа. Алло, здрасте. Тук ли сте? Аз вярвам, от години съм моля за апостолство. Евангелизатор и апостол са много близки. Евангелисти и апостоли это очень близки люди. Но аз сега съм моля, като утия в Сирия, да видя църкви. И я молюсь, когда я поеду в Сирия, чтобы там были основаны църкви уже. И не само армянски, но и арабски. И, всъщност, апостолът е човек, който не остава като пастор, а някъде да обучава. Апостолът это не тот, кто остается как пастор. А той правит църква и си утия. Он создает църковь и уходит. И я ожидаю, чтобы в Сирии случилось именно это. Поэтому молюсь, чтобы чудеса и знамения были с нами во время нашего служения. И хочу вам рассказать одно свидетельство, которое недавно услышал я. Это о войне в Израиле, которая начала шесть месяцев назад. Я не знаю точно время, но, может быть, месяц после того, как началась война. Сто тысяч арабов. Те, как им казаха, палестинцы. Са санували един и същий сон. Они видели один и тот же сон. Исус. Им се явява. Он к ним пришел. И невероятно съживление на стране, всички те иззыват на площада. И все утром выходят на площадь. И започат да кричат Исус. И они начали все кричать Исус. Представьте ли себе араби, вместо да клекнат и да викат Аллах, викат Исус. Представляете себе, что араби кричат не Аллах, а Исус. И я с това очаквам в Сирия случилось. И я ожидаю, чтобы это случилось в Сирии. Аз ще вас помоля до трите месеца, в които отсыствам тука. И хочу вас попросить, что эти три месеца, пока меня здесь не будет. И больше вспоминайте малица не только обо мне, а вообще в целом покаяние. За меня будет малица моя жена, потому что неком будет ее кърмить. Но има нужда за отмашиващи. Но ей все еще нужен муж. Аз се моля. Също да, също срещнах и една сестра. Ни бяхме поканени от Бургаска церкова. В Бургас нас позвали в церковь. И я встретил одну сестру. И вам передают привет от Бургаска церковь. Да, и текът разбраха къде ходим на церковь. Когда они поняли, кога я хожу в церковь в Арния, они очень обрадовались. Така и между другото, Господи, аз не знам дали някой ще съблазни тук, не вярвам. Сигурно всички сме пораснали. Я не думаю, что кто-то здесь съблазниться. Я верю, что все мои возрастли. Но сега предизаминанието, аз броя сега с учин капитет и жена ми, как чудовител съм. Броя всички пари нехарше излишни. А, я считаю все деньги. И таза скурзия малко и беше повече. Но эта экскурзия была дороговата для меня. С машиной, отелем. Само вечерята, страхотна вечеря, още си я вспомню. Прекрасно, ужно, я до сих пор вспоминаю. Но это тоже не стоило очень дорого. И представляете, Бог оплатил все счета. Слава на Господа, защото аз малко ма болеше вътре. Потому что немнога меня болело внутри, что я потрачу столько денег. Но Бог оплатил все счета. Искам да ви кажу, че Бог ви оплатил целата счета. И я хочу сказать, что и Бог и вам оплатил все счета. Он оплатил спасение на кресте. Винаги си вспомняйте за това. Всегда вспоминайте об этом. През живота ще ви се случват много неща. Ваши жизни будут случаться много разни вещи. И ще плащате много работи. И будете платить много вещей. Но основното нещо, живота ви е платяно. Но жизнь ваша уже е плачена. И ако това се записва, я искам се моля. И я бе хотел молиться. Защото когато пастора каза да приемите Духа, а се зарадвах. Бях додох малко... Защото съм измурен, кара съм 6-7 километра с нас. Я очень много вел в машини, я оставши. Но искам да се помоля за покаяние. Но я хочу помолиться за покаяние. И всеки ден тук, който още не е приел Христос, Твой вечеря е платена. Мой вечеря е платена. И мой ужин е платен. Я искам да се помоля да разберете какво значи това. Я хочу, чтобы вы помолились и поняли, что это значит. Това е спасение. Это спасение. Спасение означава, когато си преминиш от това тяло, от тази калъвка на вечността вътре в тебе. Спасение означает, что когда ты переходишь от этого чехла, это временное, что у вас есть тело. Което устарява и се мъчим, но то пак се скабва и се сила. Вътре в тебе живее вечния човек. И само тук на земята можеш да направиш избор. И да кажеш да на Христос. Скажи да Христу. И да кажеш да на вечерята, която ти е платена. Искам да ви кажу, че Иисус е приготовил много по-голяма вечеря горе на небето. И Иисус на небе приготовил още еще больше ужин. И ни заповяда да правим възпоминания господна трапеза. И поэтому Он сказал, делайте възпоминания господни трапеза. Първата церкова го е правила всяка вечер между другими. И первая церковь е да делала каждый вечер. И за да отидеш на тая вечеря бесплатно, която ще бъде с такива вкусни неща, аз онай день ядах за първи път, не мога да спомня имято даже. Недавна я ел кое-що, что никуда не ел. Неща, които въобще не бях ги виждал в живота си. На тези години. А Иисус е приготовил горе още по-страхотно неща. Няма терпение да отиде да вечерям с Иисус. И няма да се плаща там. Я уже жду с нетерпением, когда я пойду ужина с Иисусом и там не нужно будет платить. Това беше наше гадо тук. То е истина. То е истина, но я шучу. Но искам да ви кажу, че ако не се пукаем тук на земята, ще пропустим банкета. Кого иска да има банкет? Алелуя. Всички леди га търце. Нещо не виждам тук рачички. Татко ти къде бърка ся? Няма да плащаш. Безплатен е а така? Всичко ще ива. Само алкохол няма да ива. Сори. Вино. И си казва, ще пия вино, като се върна. О, слава Господа. Добре. До тук сега. Аз сега искам сериозната част. Може ли да се помолим? И я скажу вам сериозна част. Мы помолим се. Благодаря. Господи Иисусе. Господ Иисус. Ние искаме да отидем на вечерята. Хотим пойти на ужин. Тази вечеря, която ти си приготвил. Горе на небето. Вверху на небесах. За твоите свети. Для твоих светих. И ние се молим, татко. И мы молим се. Дай нам възможност. Дай нам възможност. На всички тези, които ни гледат. На все. Щоба все те, като нас смотрят. Да бъдат докоснати в сърцата си. Щоба их къснулася в сердце. Да бъдат отворени умовете. Щоба их разум бъл открит. За да могат да изповядат с уста. Щоба они могли изповедовать. Че Иисус е Господ. Що Иисус е Господ. И че Той е възкреснал от мъртвите. И че Он възкрес из мъртвих. Това, което ще празнуваме след седмица. И то, що му будем празнавать чрез неделю. Господи, аз се моля. Господи, я Тебе молюсь. Всяка душа, която сега гледа. И още не е прияла Христос в сърцето си. Да бъде умите в кръвта. Която беше пролена на кръстите. В името Иисуса. В името Христа. Амин. Амин. Благодаря Бога. Благодаря Бога. Благодаря Бога. Благодаря Бога. В принципи, уже събрание можно заканчивать.